Добрый вечер. Я Алексей Чергеев. В эфире 18-й выпуск программы Дербы городов России. Она выходит по выходным. Наш город сегодня, это город Алдан. Еще в 1920-е годы. На территории Алданского района Якутии шумела безбрежная тайга. Здесь не было ни одного населенного пункта. Лишь по берегам реки Ортасала трудились одиночки золотоискатели. В 1923 году правительство Якутской АССР направило в бассейн реки Алдан первую поисковую партию во главе с Бертиным. Геологи начали широкую разведку по ключу незаметно и вскоре обнаружили золотые россыпи. Из отряда Бертина была создана первая трудовая артель по добыче золота. В 1924 году в трудовых артелях и старательских бригадах трудились 1500 человек. Через год их было уже 13 тысяч. Тогда же организовали первое специализированное промышленное объединение, Трест и Як-Золота, впоследствии переименованное в Трест Алдан золото. С этого времени началось развитие золотодобывающей промышленности Якутии. С 1926 года заработала первая драга, затем и другие. Алдан становится крупным промышленным районом. С 1932 года золотодобыча стала ведущей отраслью народного хозяйства Якутии. Возникший в тайге поселок Неизвестный, переименованный затем в Алдан, за 10 лет превратился в ведущий центр золотодобывающей промышленности СССР. Валютным цехом страны называли его еще в 1926 году. За 60 лет тяжелый старательский труд был постепенно заменен высокомеханизированным производством. Появились драги, экскаваторы, бульдозеры, мощная землеройная техника, построены, а затем реконструированы золотоизвлекательные и обогатительные фабрики. В 1939 году Алдан стал городом. Трест Алдан золота местного значения уже в 1925 году стал трестом союзного значения. Ведутся поиски новых месторождений, открываются новые прииски. В 1930 году россыпи золота открыли на Аллахюне, Угуре, Тарананге. В 1939 году создается новое приисковое управление, преобразованное в самостоятельный трест джук-джур золота. Возросла добыча золота с открытием Курнахского золоторудного месторождения, где была поставлена золотая и свлекательная фабрика. Здесь впервые в системе золото добывающей промышленности введена ассорбционная технология извлечения металла. Перспектива в дальнейшем развитии золотодобычи связана с освоением погребенных золотоносных россыпей, комплексным освоением природных ресурсов, новых месторождений. К 1990 году в Якутии сформирован южно-якутский территориальный производственный комплекс, построен угольный разрез, обогатительная фабрика, Нирюнгренский агресс, осваивается железорудное месторождение, ведется строительство железной дороги Беркатит, Тамот, Якутск, которая пройдет через Элден. Завершена детальная разведка сели гдарского месторождения апатитов. Вступил в строй сели гдарский горно-обогатительный комбинат. Выпускаются новые виды материалов комбината Малдан-Слюда. В объединении Якутск-Лес работают лесозаготовительные и обрабатывающие комбинаты. Алдан стал крупным промышленным центром по разработке и добыче золота и других полезных ископаемых. Герб города. Щит пересечен волнистым лазуревым поясом. В верхнем червленом поле три золотые сопки два к одному, сопровождаемые вверху лазурево золотым кругом. В нижнем зеленом поле стилизованный древний якутский символ – золото. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok